Капитальный ремонт уже сделали, буквально после праздника, в считанные дни, в день, полтора, поставим двигатель на место. Починят и снова ринутся в бой. Сигналы СОС поступает со всей округи. То коттедж в огне, а то и целое поле вспыхнет. Ну, случай, вот самый последний случай был. Здесь есть дачные дома. Уехали, оставили, видимо, баня не остывшая была. Они уехали, а дом, баня загорелась. И напротив соседей увидели, позвонили, приехали, потушили. Покупали, чтобы бизнес не прогорел. Причем в буквальном смысле у Сергея Насырова своя лесопилка. Тут из любой скрыт за секунду разгорится пламя. Пожарную машину приобрели в Кослях. Бригаду набрали из добровольцев. Бригаду собирали у нас на пилораме. Работает рабочая. Когда где-то что-то пожар, и, значит, с собой двух человек берем, садятся в машину и поехали кушать. Ну, когда пригнали, она, в принципе, была голая. Там ничего не было. Ни рукавов, ни стволов, ничего не было. Ну, и пришлось, значит, все вот это доставать по старым связям. Местные жители знают, звонить в 01 бесполезно. Лучше набрать номер местных добровольцев. Они приедут гораздо быстрее. Ближайшая пожарная часть находится в Кослях. Это в 30 километрах отсюда. В дороге огнеборцы проведут около 40 минут. За это время в Клюопино может выгореть целая улица. Из всей бригады Виктор Балдин единственный профессиональный пожарный. Он же водитель и автомеханик. Пока машина на ремонте, оживили старенькую мотопомповую установку. Она хоть и не быстроходная, все же толк от нее немалый. Да, конечно, у нас на Советской улице, это года два назад, дом горел, и второй начал гореть, допустим. Тогда уже только пожарные приехали. Очень много для деревни сделал. Как бы и дороги чистят, и пожарные. Молодец. Вроде как праздник, а им и за стол присесть некогда. Надо скорее машину восстанавливать. К деревне подступает огонь, горят поля. Пламя распространяется с необыкновенной скоростью. Чуть не доглядишь, и дома вспыхнут. Но добровольная дружина всегда на чеку. А за сколько корм...